Французский бульдог, черный и голубого окраса, описание породы. Собаки Френч Булдог ежегодно входят в пятерку самых популярных домашних питомцев. Поклонниками псов становятся сразу же после первого знакомства с ними. Ведь невозможно устоять перед обаянием этих когда-то страстных охотников за крысами, а теперь, самых преданных и любвеобильных диванных лежебок. История происхождения Предками современного типа Френч Булдог были староанглийские молоски и псы. Сходства хорошо заметны в оригинальном строении корпуса. Английская собака, которую использовали для травли быков, своим внешним видом, но не размерами, обязана бойцеовским молоским догам. Размеры английских псов уменьшили скрещиванием с терьерами. Бульдог лежебока После запрета травли, той собак начали превращать в домашних компаньонов. Завезенные во Францию, они быстро завоевали симпатии простых французов, которые были рады избавиться от крыс, за которыми псы начали охоту. Маленькие собачки были востребованы и у французской знати, особенно дам, художников, модельеров, писателей. Были начаты работы по улучшению породных характеристик, животных стали называть на французский манер «бул», «шар» и «дог», «молосер». В 1880 году любители франц-бульдога организовали клуб, его президентом стал первый заводчик породы Марсель Рожа. Была начата племенная книга, появился предварительный стандарт, который некоторое время учитывал английские требования. Самостоятельный стандарт французского бульдога был утвержден в 1898 году. Важно! Селекционные работы с фрэнч-собаками привели к образованию у них сильно укороченной морды, что стало причиной многих болезней. Сейчас заводчики стремятся изменить размер и строение черепа французского бульдога и одновременно удлинить сильно укороченный хвост. Череп Фрэнк Булдагдж Описание породы Последний действующий стандарт Фрэнк Булдагдж номер 101-09-04-2015 Рассматривает, как выглядит бульдог, и указывает на применение псов для компаний, охраны и забавы. Предусмотрены следующие окрасы шерсти. Палевые сплошные и с небольшим количеством белых пятен. Палевые с тигровинами. Тигровый, пестрый. С белыми отметинами. Как исключение белый. Нос и веки всегда должны быть черными и никогда коричневыми. Глаза, быть живыми, большими, темными при прямом взгляде без проблесков белка. Правильная морда чистокровного бульдога должна быть широкой, короткой, укрытой симметричными складками. Важно! Кремовый, серый, мышиный, шоколадный и голубой окрас собак не предусмотрен. Запрещен к разведению черный бульдог. Послушные псы должны создавать впечатление жизнерадостных, умных бойцеовских мощных собак малых размеров с плоским носом, коротким хвостом, стоячими ушами. Их сложение должно быть коренастым, мускулистым, компактным, шерсть – короткой. Грудка собак должна иметь цилиндрическую форму, живот – подобран, крестец – короткий, спина – широкая, круп, наклонный, кожа – упругая. Взрослые кобели должны весить от 9 до 14 килограммов, самки – от 8 до 13. Высота самца не должна превышать 35 сантиметров, суки – 32 сантиметра. Пестрый окрас шерсти. Интересные факты. Английские бульдоги поучаствовали не только в создании породы French Bulldog. Они были закуплены американским заводчиком Генн Эвансом для усовершенствования аллопахских бульдогов для сохранения в них бойцеовских и травильных качеств. Именно в США в 1889 году была впервые проведена выставка Фрэнк Булдэгдж и здесь же был организован первый клуб этих псов. Благодаря американским заводчикам о породе французский бульдог узнали во все мире. Закупленные во Франции французские бульдоги претерпели в США серьезное изменение. Американский стандарт разрешает разводить породистых собак различных окрасов, в том числе бежевого, рыжего и кремового, весом до 12 килограммов. Признали американцы и голубого французского бульдога. Голубой французский бульдог. Голубой окрас у френч собак указывает на генетические сбои и долгое время считался недопустимым во всем мире. За американцами френч псов с голубой шерстью признали и китайцы. Россияне не допускают этих собак к выставкам. Запрещены в России бразильские бульдоги Компейра, их относят к потенциально опасным породам. Обратите внимание. В московских питомниках можно приобрести французских бульдогов стандартов США и Европы. Характер и особенности поведения Фрэнк. Булдогдж. Несмотря на свою лежебокость и отсутствие в зрелом возрасте рвения к активным физическим нагрузкам, Френч поприсутствует рядом с хозяином. Когда он будет заниматься спортом, посмотрит вместе с ним телевизор. Он весело поиграет с детьми, не обидит домашнего кота. Иногда попрошайничает, иногда поскандалит, когда увидит, что на него не обращают внимания. Французские бульдоги относятся к особенно контактным животным, они легко реагируют на появление незнакомцев, приспосабливаются к новым условиям содержания. Собака-бульдог очень любит быть в обществе хозяев. Важно! В отсутствие хозяев свою тоску не станет выражать разгромом квартиры, а будет мирно дремать на своей лежанке или на хозяйской мягкой мебели. Во время прогулки в незнакомом месте он на все будет обращать внимание, не станет бояться незнакомых животных, а чужого кота может. И облаять, хоть лай от него слышат очень редко. Домашний бесстрашный любимчик всегда станет на защиту домочадцев, даже если врагом окажется пес, намного превышающий его по размерам. Дрессировка и воспитание. Социализации псов породы френч-булдог начинают заниматься с раннего возраста. До того момента, пока щенку не будут сделаны все необходимые прививки, его нежелательно сводить с другими животными, но прогулки на свежем воздухе на руках хозяина будут очень полезны маленькому френчу. Гулять со щенком можно в течение 20-30 минут. Несмотря на веселый нрав, французы считают его главным клоуном в собачьем мире, французские бульдоги могут быть упрямыми и не станут слушаться неавторитетного для них человека. Поэтому дрессировкой с этими псами можно заниматься после того, как между человеком и животным появится понимание и контакт. Настойчивость дрессировщика должна быть на высоте, не допускаются никакие поблажки, иначе пес поймет, что можно хозяина и не слушаться. Занятия на дрессировочной площадке К несложным командам приучают в игровой форме с использованием лакомства и словесного поощрения. Активные занятия проводят на специальных дрессировочных площадках, молодые псы с удовольствием двигаются, преодолевают препятствия, заборы. Инструкторы помогут приучить питомца подносить предметы, не прыгать на людей лапами. Где содержать французского бульдога? Уличное содержание пса породы Фрэнк. Балдогдж возможно только в том случае, если для него будет построен просторный вольер с теплым домиком. Ведь охранники из этих собак никакие, они любят всех и молча страдают в одиночестве. Фрэнчи, комнатные чистоплотные звери, которые даже в дом не хотят заходить с грязными лапами, способны сидеть на пороге и ждать, пока их ему не протрут. Эти псы не переносят холод, сквозняки, жару. Порода выведена для того, чтобы всегда быть рядом с людьми. Дополнительная информация. Из-за строения черепа во время жары у пса может возникнуть затрудненное дыхание. На прогулке всегда нужно брать с собой воду и в такие моменты поить питомца. Как ухаживать за френч-булдог? Псы френчи – обладатели короткой шерсти, осыпающиеся только в период леньки, поэтому собак вычесывают нечасто, один раз в неделю. Стригут когти раз в месяц, если собака регулярно выгуливается. В зимний период, возможно, придется это делать почаще. Купают по мере необходимости. В особенном уходе нуждаются зубы, глаза, складки на кожу. Глазы и складки нужно регулярно осматривать и протирать ватными тампонами. Уши чистят ватными палочками, делают это не чаще один раз в неделю и очень осторожно. К чистке зубов псов нужно относиться ответственно, иначе в раннем возрасте питомец начнет терять зубы. Особенности питания Псов кормят либо натуральной пищей, либо кормами промышленного производства. При натуральном кормлении основная часть рациона должна быть мясной. На мясном бульоне готовят крупяные каши из риса, гречки, ячки, перловки. Начинают прикормы кашами очень осторожно, самыми маленькими порциями, чтобы определиться, какие из них не будут раздражать кишечник питомца. Важно! В рацион питания должны входить отварные и сырые овощи. При кормлении производственными кормами используют проверенные заводчиками псов марки, если возникает необходимость в переходе на Другой бренд делают это постепенно, добавляют к проверенному питанию маленькие порции новых кормов. Корма должны соответствовать возрасту пса. Не нужно использовать недорогие корма с недостаточным содержанием необходимых витаминов, минералов, аминокислот. Правильно подобранный корм принесет радости псу и хозяину. Здоровье и болезни В 2013 в Англии были проведены исследования и выявлены основные болезни французских бульдогов. Ушные инфекции были у 14% обследованных псов, диарея у 7,5%, конъюнктивит у 3,2%, проблемы с кожей у 17,9%. Все эти проблемы являются следствием недостаточного ухода за питомцами. Французские бульдоги часто страдают от болезней, связанных со строением тела, это проблемы с дыханием, с позвоночником, выпадение третьего века, дерматиты. Такие проблемы решают с помощью ветеринаров. Тогда питомец сможет прожить рядом с хозяином не меньше, чем 9-12 лет, такова средняя продолжительность жизни собак этой породы. Вязкой роды У самок Фрэнк Былдогдж первая течка начинается в 6-8 мёс. Кобели готовы к вязке к 18 мёс. Сучка к двум годам. Но случаях у породистых европейских французских бульдогов не бывает. Сучек оплодотворяют искусственно, потому что строение тела самца не позволяет ему выполнить свои обязанности продолжателя рода. Рожают самки не самостоятельно, им делают кесарево сечение, приносят они не более вторых щенков. Натуральная вязка может случиться у Фрэнчи американских кровей, но все это должно происходить под присмотром специалистов. Очень часто псов приходится отвязывать. Все проблемы с зачатием у собак возникают из-за строения их тел. Как выбрать щенка? Щенки французского бульдога стоят недешево, от 35 тысяч рублей до 65 тысяч рублей. Выбрать щенка бывает непросто. Они все милые, симпатичные, шустрые, игривые, очень ласковые. Для того, чтобы принять твердое решение, лучше за ними понаблюдать несколько дней, узнать у заводчика о здоровье их родителей. Если возможно, лучше увидеть мамочку щеночков. Важно! Обязательно с заводчиком нужно заключить договор на приобретение пса, получить от него все необходимые породные документы, справки. Подтверждающие наличие прививок. Главное при покупке щенка давать себе отчет, сможет ли новая семья содержать милого малыша, ведь расходы будут немалыми. Этих собак нельзя кормить некачественной пищей, нельзя выводить на улицу зимой без одежды, им нужно покупать игрушки, регулярно делать. Прививки, приходить на профилактические обследования в ветеринарную лечебницу. Если все вопросы решаются положительно, значит в семье появится питомец, который будет любить всех и все будут любить его. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова